Глава пятая. Метаморфозы власти. Это был период, известный под пугающим и жутким названием эпоха кантонистов, или точнее эпоха грехопадения Кагала. Ибо воистину наши отцы, руководители наших общин, совершили тяжкий грех, сочинили пародию, начертанную слезами и кровью, и этого нельзя искупить. Рабби Барух Эпштейн. В плане Киселева по преобразованию евреев основной акцент делался не только на их просвещении и перевоспитании, но и на кардинальном пересмотре самих основ общинного уклада, системе налогообложения и Кагала. Через месяц после принятия закона, учредившего систему казенных училищ, вступили в силу предложения Киселева относительно руководящей структуры еврейской общины. Упразднение Кагала. Увеличился. 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 ув Kennedy самих налоговых и рекрутов. Увеличился. Невзирая на способы достижения этих целей. Хотя Николай I и поддерживал намерение Киселева, он не был готов во имя сближения евреев с остальным населением мириться с какими-либо ощутимыми потерями, которые эти начинания могли за собой повлечь. Это особая озабоченность сбором податей и рекрутским набором также объясняется отсутствием ограничений в отношении судебной системы еврейских общин. До 1864 года русское правительство не интересовалось упорядочением жизни своих подданных, за исключением их обязанностей перед государством. Поэтому оно не делало разделения между управлением и правосудием, между полицией и судами. Хотя в теории существование отдельных еврейских судов ущемляло царскую монополию на власть. Но поскольку эти суды действовали под контролем полиции, какое дело правительству до того, как евреи улаживают между собой споры. Предложение Киселева о запрете раввинских судов имело бы смысл лишь в том государстве, которое принимало бы всерьез свои собственные суды. А в Николаевской России это было не так. Какими же были последствия нового закона? Как совершенно правильно отмечает большинство историков еврейства, упразднение Кагала во многом произошло лишь на бумаге. Поскольку, по сути, Кагалы продолжали существовать в прежнем виде, по крайней мере, до конца 19 века. Хотя и под другим названием. Чиновник, ответственный за рекордский набор, принял на себя полномочия бывшего Кагального руководства. Более того, в еврейских источниках даже названия должностей остались неизменными. И вместо сборщиков и старост чиновники именовались Рош-Га-Кагаль, или даже Парнас-Ходэш. Заместители их теперь назывались помощниками. Однако выполняли те же функции, что и бывшие кагальные представители. И разумеется, раввинские суды продолжали работать без каких-либо помех, и даже иногда выносили решение об отлучении ХРМ, что давно было запрещено российским законодательством. В то время как структура Кагала по своей сути осталась неизменной, даже после его формального упразднения. После 1844 года его функции и положения в русско-еврейском обществе существенно изменились. Это произошло во многом потому, что в тот момент никто не мог знать, будет ли еврейская община существовать в том же виде в дальнейшем. Фактически же и русские евреи, и сочувствовавшие им западноевропейские сторонники считали, что новое законодательство существенно и, быть может, окончательно ослабило кагалы и раввинские суды. Так, в прошении, переданном сэру Мазефцу Монтефиоре, во время его визита в Россию в 1846 году, один раввин из Литвы писал, «Честь нашей жизни была отнята у нас указом его императорского величества и его министров о том, что нам запрещается разрешать споры между евреями в еврейских судах, а также назначать своих представителей и старшин Кагала, парносим в Алуфей Кагаль, как мы до этого имели обыкновение поступать». Монтефиоре повторил эти претензии тем русским чиновникам, с которыми встречался. Подобное восприятие утраты кагалам полномочий имело одно важное историческое следствие. До 1844 года крайнее недовольство, накопившееся из-за нарушения рекордского законодательства, как правило, бродило под спудом. Однако теперь ему можно было дать выход в полностью новых и активных формах. Центробежные силы Для того, чтобы привлечь внимание общины к недопустимому поведению ее руководства и публично выразить свое негодование, евреи обычно использовали «Икуф Га Криа», то есть срывали службу в синагоге. Действительность этой формы протеста заключалась в испытанном, при этом присутствовавшем потрясении от срыва священной службы. Цель подобного протеста состояла в публичном заявлении о вопиющих нарушениях. Однако в Николаевской России подобные действия стали столь частыми, что практически потеряли свою действенность. Одно из описаний подобного протеста и его тщетности представляет особый интерес, поскольку перефразирует один из центральных мотивов еврейского фольклора. В Минске бедная вдова, чей сын был похищен коперами, буквально ворвалась в синагогу и заявила, что не допустит, чтобы свитки Торы вынули из Арон-Кодеша, пока ее сын не будет освобожден. Разгневанные руководители общины приказали оттащить женщину, и служба возобновилась. Осознав свою беспомощность, вдова подбежала к Арон-Кодешу и закричала, «Владыка мира, ты гордишься праотцом Аврагамом, который согласился принести в жертву своего сына Исаака? Прикажи мне зарезать моего единственного сына, и я это исполню. Но ты едва ли смог бы уговорить Аврагама отдать своего сына для крещения». С самого начала введения рекордской повинности для евреев, их гнев и горечь, связанные с потворством их руководителей, находили выход не только в таких пассивных формах протеста. Существует несколько историй о том, как евреи нападали на конвои рекордов, чтобы освободить своих детей, но чаще всего объектами насилия становились сами руководители Кагала и их представители-хоперы. Один из авторов мемуаров упоминает о нескольких случаях вооруженного сопротивления последним. Иной раз хоперам и полиции оказывали сопротивление. Хватали в руки топоры, ножи, утюги, молотки или готовились заранее. И когда хоперы являлись, все домочадцы на них нападали и били в усмерть. Но хоперы со своей стороны тоже не терялись. Они брали с собой ламы и железные палки. И в доме начиналась настоящая война. Кровь лилась рекой. Дрались из последних сил. И на чьей стороне было больше сил, та и побеждала. Естественно, что чаще побеждали хоперы. Представляется более важным, что иногда случались массовые протесты против кагальных чиновников, которые возникали из-за веры евреев, то, что их старшины имели право оспаривать указы правительства. Так, осенью 1827 года, согласно донесению местной полиции, евреи местечка Бершать в Подольской губернии обвинили руководителей Кагала в том, что они поддержали указ о рекордской повинности, не созвав предварительно общего собрания общины. Толпы евреев напали на здание Кагала и до дома старшин, били окна и ломали двери. Такие же бунты вспыхнули в городе Староконстантинов Волынской губернии и в Минске. Министерство внутренних дел расследовало эти случаи и распорядилось, чтобы армейские части каждый вечер патрулировали еврейские кварталы городов. Однако этих предостережений оказалось недостаточно для предотвращения других бунтов, во главе которых иногда стояли даже раввины. К примеру, в Гродно известный раввин Элиягу Шик осудил руководителей общины за то, что они поддержали указ о беспаспортных 1853 году и призвал всех взбунтоваться против глав общины и не оставить от здания Кагала камня на камне. С топором в руках он бежал во главе толпы бунтарей, тоже вооруженных топорами. Прежде чем их успели остановить, они сломали железные засовы на дверях здания Кагала и освободили троих заключенных. Гораздо более частым явлением, чем подобные всплески насилия, были официальные доносы правительству на нарушение закона Кагальным руководством. В большинстве случаев замешанным в нарушении закона чиновникам удавалось избежать наказания, подкупив русских бюрократов, а авторов доноса сдавали в рекорты или ссылали в Сибирь. Наибольшую огласку получил случай, произошедший с Беньямином Гольдбергом из Клецка, известным в литературе того времени как Беньяминке Массер, что может быть приравнено как Бенедоносчик. Гольдберг активно сопротивлялся политики Кагального руководства своего города и донес властям, что у одной вдовы забрали в рекорты единственного сына. Чиновник, ответственный за рекорты в Клецкой общине, был арестован за это нарушение, однако предположительно дал взятку судья, который незамедлительно записал в рекорты вместо сына вдовы самого Гольдберга. Тяжбу по этому делу продолжалось много лет, и Беньямин Гольдберг с чиновником попеременно сидели в тюрьме. В конце концов, победа осталась за чиновником, и он записал Гольдберга в рекорты как неугодного. Однако в редких случаях руководители общин все же наказывали и сажали в тюрьму. Чаще всего за утайку имен по ревизии. Единственное нарушение, за которое власти не только не поощряли, но и карали. Наиболее ужасный случай, многие подробности которого были, возможно, искажены и преувеличены слухами, произошел в городе Новая Ушица в Подольской губернии. Два доносчика, Ицка Оксман и Шмуль Шварцман навлекли на себя гнев когальных руководителей, поскольку неоднократно писали доносы по поводу нарушений порядка рекордского набора. Примерно в 1838 году общинные и религиозные руководители предположительно созвали тайное собрание, на котором приговорили доносчиков к смерти. Как сообщалось двое хасидских наставников, рэбе Исраэль Фридман из Ружина, позднее Садегорский рэбе и рэбе Михель из Дунаевцов, дали свое согласие на этот приговор. Впоследствии Шварцман был убит в синагоге, а его труп был расчленен и сожжен. Оксман пытался убежать в каменец, но был убит по дороге. Крестьяне обнаружили его тело и местные власти начали расследование. Однако эти чиновники тоже в свое время пострадали от доносов убитых и, сговорившись с еврейскими руководителями, прикрыли дело. Каким-то образом полицейский чиновник в каменце, крещенный еврей, узнал об убийствах и, переодевшись хасидом, приехал в Новую Ушицу. Он вскоре вошел в доверие к местному раввину и тот раскрыл ему правду об этих убийствах. Полицейский чиновник написал подробный отчет генерал-губернатору Подольской губернии, который приказал тщательно расследовать дело. Перед судом предстали 80 евреев, в основном кагальных и религиозных старшин. 20 из них были приговорены к каторжным работам и наказанию шпиц-рутанами. Еще 20 сосланы в Сибирь, остальные либо освобождены, либо сбежали. Помимо одиночных доносов было еще несколько случаев, когда бедные евреи собирались в группу, чтобы податайствовать перед властями о защите от притеснений кагального руководства. Так, например, в 1839 году делегация бедных евреев Вильны обратилась в местный магистрат с просьбой, чтобы проверить ревизистские сказки общины и уволить руководство за махинации. В 1843 году 38 евреев ремесленников из местечка Дубровно-Могилевской губернии под началом некого Ицки-Самсонкина забросали правительственные учреждения в Петербурге ходатайствами, в которых сообщали о нарушениях порядка налогообложения, совершаемых руководством их общины и просили поддержать их намерение избрать одного из ремесленников на руководящий пост в общине. Такие же прошения о справедливости и милосердии впоследствии составляли ремесленники нескольких других общин, в том числе и Минской. Однако в большинстве случаев подобные попытки членов общины сопротивляться политике кагального руководства ни к чему не приводили. Поэтому в годы последовавшие за упразднением Кагала в 1844 году несколько групп евреев решились на следующий логичный, хотя и до того времени не имевший прецедентный шаг. Отделиться от еврейской общины в целом и ходатайствовать о признании их отдельными общинами, которые могли бы защищать свои собственные интересы. В 1850 и 1851 годах ремесленники города Дубно пожаловались правительству на то, что хотя они составляют лишь одну пятую от общей численности местного еврейского населения, половина реквы были насильственно набраны из их числа. Им также не удалось добиться своего представительства в правлении Кагала, поэтому они ходатайствовали о дозволении избрать своего представителя в нееврейский городской совет и считаться отдельным от остальных евреев сообществом в том, что касается рекордского набора и налогообложения. В 1852 году евреи-ремесленники местечка Белая церковь организовали собственную гильдию, что позволялось законам. Через год они также подали ходатайство властям о том, чтобы считаться отдельным сообществом. Чтобы сбросить ермо еврейского общества, которое по древней традиции презирает ремесленников, убирает из их числа слишком много рекрутов и облагает их слишком большими податями, если им будет дозволено составить свое собственное общество, ремесленники не будут столь притесняемы и станут аккуратно и своевременно платить все налоги. В тот же год мастеровые города Владимир-Волынска тоже подали прошение правительству об отдельном представительстве в органах городского самоуправления. Десятилетия, последовавшие за упразднением Кагала, подобные сепаратистские тенденции возникали и на другой экономически благополучной стороне. Согласно положению 1835 года купцам-евреям, которые присоединились к этому сословию, вступив в один из цехов, все равно приходилось нести ответственность за недоимки еврейской общины в целом, хотя они уже не были к ней приписаны. Одновременно с этим существовало требование, обязывавшее купцов-неевреев выплачивать долги мещан, проживавших в тех же городах, что и они. Пока Кагал существовал в своем прежнем виде, купцы-евреи не осмеливались отказываться от своих обязательств перед остальной частью еврейской общины. Однако, в начале 1850-х годов за задолженности евреев по выплате налогов начали расти в геометрической прогрессии. Это явилось результатом повышенной разнарядки на рекордский набор, который зачастую невозможно было выполнить, а за невыполнение налагались особые штрафы. До 1827 года, как отмечала одна группа купцов недоимка еврейских общин, не превышала 300 рублей. С 1827 по 1854 год сумма задолженности выросла до 8 миллионов рублей. Естественно, более состоятельные евреи старались уклониться под какой-либо ответственности по выплате этих задолженностей, особенно учитывая тот факт, что они, как члены купеческих гильдий, вообще не подлежали рекордскому набору. Кроме того, начиная с 1850 года, все купцы были обязаны платить особый налог за умерших членов своих семей, которые все еще были или оказались вновь приписанными к сословию мещан. Начиная с 1852 года, отдельные группы купцов евреев начали выражать недовольство против подобных требований. В местечке Индура Градненской губернии два купца еврея объявили, что отрицают свою принадлежность к еврейской общине и отказываются участвовать в выплате ее долгов. В Минске 37 семей гильдийских купцов заявили, что снимают с себя ответственность за задолженность по выплате налогов остальной части еврейской общины. Подобная ситуация возникла и в городе Кременчук в 1854 году 11 купцов первой гильдии и почетные граждане города во главе с будущим бароном Евзелем Гинсбургом видимо попытались добиться для себя такого же порядка налогообложения написав ряд ходатайств в которых высказывались в поддержку политики правительства по разделению евреев на полезных и бесполезных. Хотя эти сепаратистские настроения затронули лишь небольшую часть русского еврейства и в основном не получили поддержки правительства они являются важным фактором поскольку были первыми выступлениями подобного рода в истории еврейского общества. До этого еврейские общины восточной Европы очень редко подвергались столь серьезному центробежному давлению. Впервые экономические интересы и стремления к самоопределению возобладали так отчетливо над чувствами солидарности и преданности объединявшими евреев в единый народ. Подобные прошения о предоставлении юридической независимости от еврейской общины ознаменовали начало коренных изменений в деятельности и положении Кагала. Кагал во все меньшей и меньшей степени переставал быть безоговорочным представителем всех евреев общины и подчиняться его власти стало необязательным. Все более заметная трещина в фундаменте еврейского общества продолжала увеличиваться по мере того как экономическая ситуация ухудшалась в течение последующих десятилетий что со временем привело к возникновению классовых политических партий и движений которые воевали друг с другом точно так же как и центральные власти. Это произошло когда в конце 19 и начале 20 столетия радикально изменились политические ситуации. Однако уже в эпоху Николая I стало ясно что традиционный руководящий принцип еврейской жизни бескомпромиссное единство евреев перед лицом внешних нападок пошатнулся под давлением системы рекордского набора непосильного бремени налогов и ослабления влияния самого Кагала. Хотя русское правительство и не собиралось исполнять свое намерение преобразовать еврейское общество чтобы достигнуть его слияния с русским оно неосознанно осуществило столь же революционную дестабилизацию власти в самих еврейских общинах. Теперь старейшины Кагала во всех смыслах перестали считаться руководителями еврейского народа. Богатые и бедные маскилим и традиционалисты испытывали одинаковое отвращение и недоверие к прежнему руководству. В этом отношении выражение раввина Баруха Эпштейна эпоха грехопадения Кагала перекликивалось со словами одного из поборников просвещения Николаевской эпохи. В то время европейские старейшины никак не заслуживали звания наследников Аврагама, ибо они были так же далеки от милосердия, как небо от земли, ибо был грех Кагала, чьи злодеяния дошли до небес, чье беззаконие не знало границ. Роль раввинов Один из главных парадоксов в истории русского еврейства заключается в том, что, хотя с большей долей уверенности можно говорить о светской власти Кагала, регулировавшего быт еврейской общины и ее отношения с государством, о роли раввинов в управлении еврейской общиной известно очень мало. Проблема эта отчасти коренится в неоднозначности правового статуса раввинов. Согласно положению 1804 года, с 1812 никто не мог быть избран или назначен на должность в Кагале или раввинате без знания русского, польского или немецкого языка. В соответствии с несколькими последующими указаниями, все официальные метрические книги, которые раввин ведет для общины, должны были быть написаны на русском или польском языке. В положении 1835 года к этим требованиям добавилось еще одно, обязывавшее каждого раввина произнести клятву верности российскому государству и его законам. Также было внесено положение, согласно которому, если раввин не справлялся со своими обязанностями, община или Кагал имели право избирать нескольких ученых-евреев, чтобы они помогали раввину совершать свои духовные и ритуальные обязанности. В результате принятия этих постановлений в России появилось два четко определенных вида чиновников, носивших звание раввина, духовные главы общины, назначавшиеся согласно общепринятым правилам, и казенные раввины, зачастую называвшиеся рабинерами, которые представляли общину перед правительством. В некоторых общинах обе эти должности занимал один человек, в других настоящие раввины отказывались от груза и опасности государственной должности и уступали ее другому, зачастую не столь законопослушному еврею. Во второй половине 19 века наличие этого двойного раввината стало источником серьезных конфликтов и тем самым данный вопрос может быть изучен с достаточной полнотой. Однако в эпоху правления Николая I ситуация была очень запутана и практически не обсуждалась, поэтому в некоторых случаях просто невозможно определить какую именно должность занимал тот или иной раввин. Эту путаницу еще больше усугубляет огромная проблема, с которой сталкиваются историки русского еврейства недостаточное количество относящихся к первым трем четвертям 19 века источников, исходящих из традиционалистского лагеря русского еврейства. Существует довольно большое количество религиозной и правовой литературы этого периода, хотя ее гораздо меньше, чем литература, относящаяся к другим эпохам. Однако, это вовсе не означает, что данные источники содержат сведения, выходящие за рамки этой тематики. Даже когда эти вопросы затрагиваются, их обсуждение ничего не прояснит для исследователя общественной и политической истории. К примеру, лишь один ответ Ицхака Айзика Погорада, занимавшего должность главного раввина и председателя Витебской общины в течение большей части 19-го столетия затрагивает новые социальные проблемы русского еврея. Речь в этом документе идет о женщине, которой грозила серьезная опасность стать Агуной, вечной соломенной вдовой, поскольку в акте о разводе с мужем, крестившимся солдатом, было написано, что ее отец Коген, представитель священнического рода Айронидов, каковым он на самом деле не являлся. Однако решение, вынесенное по этому делу, касается не последствий введения рекордской повинности для евреев и даже не проблемы принудительных крещений. Он определяет несколько юридически правомерен такой, не внушающий доверие документ о разводе. Таким образом, за исключением незначительного числа примечаний, комментариям и вводным частям подобных правовых трудов, единственными источниками, принадлежащими традиционалистскому лагерю, где описывается роль раввинов в руководстве еврейских общин и их реакция на введение рекордской повинности являются две книги воспоминаний, написанные в последнюю четверть 19-го столетия, а также о географической литературе, посвященной Эпштейну, Лившицу, Шнейрсону. Несомненно, главной причиной того, что раввины обходили молчанием насущные проблемы того времени был действенный аппарат царской цензуры, который душил даже самые завуалированные критические замечания в адрес режима и вел к тщательной самооценке со стороны авторов, не без оснований, опасавшихся навлечь на себя гнев полиции. Однако, это лишь отчасти объясняет нехватку источников, исходящих от традиционалистов. Цензурным давлением нельзя объяснить почти полное отсутствие мемуарной литературы, более поздних собраний неопубликованных писем и даже полемических трактатов, изданных за границей. На последние два из упомянутых видов источников никак не могла повлиять российская цензура. Имперская цензура едва ли была такой же эффективной, как при ее более поздних наследниках. ей никогда не удавалось проникнуть в частную переписку подданных, не участвовавших в политической жизни страны. По сути, цензуры никогда в действительности и не пытались этого делать. Более подходящее объяснение должно найтись в самой культуре российского раввинского иудаизма. Сочинение трудов на исторические темы, будь то автобиографические или научные, считалось занятием недостойным учения еврея. И даже традиционный жанр хроники не слишком поощрялся в восточноевропейской еврейской интеллектуальной и литературной среде. Результатом такого пренебрежения к историографии стал не только недостаток исторических трудов, написанных с точки зрения традиционалистской перспективы, но и утрата корреспонденции и других неопубликованных источников. Сохранение архивов, как и другие стороны профессионального ремесла историка, были предоставлены неверующим. Из-за ограниченности источников, исходящих от самих участников, роль раввинов в отборе рекрутов для Николаевской армии и пропорциональном распределении налогов для царской казны невозможно определить, хотя сколько-нибудь точно. Однако, можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство раввинов воздерживались от каких-либо публичных высказываний и действий, которые свидетельствовали об их несогласии с политикой властей. Известен лишь один случай отказа раввина от должности в качестве протеста против несправедливого отбора рекрутов. Речь идет о загадочном Минаше Ильере, который, как писал его внук, в 1828 году отказался от своей раввинской кафедры в местечке Сморгонь, когда местный кагал потребовал от него одобрения работы хаперов. Как отражено в источниках, еще пятеро раввинов публично выступили против кагального руководства. Первый в Гродно знаменитый раввин Элиягу Шик из Дречина осудил поддержку кагальным руководством указа 1853 года о беспаспортных и руководил возмущением в городе. Второй раввин Яков Берлин, отец Нафтали Цви Берлина, будущего главы Воложинской Ешевы возглавил такое же возмущение в местечке Мир. Третье глава Минской Ешевы раввин Гершан Таншум выражал недовольство тем, что местный кагал убирает некоторые имена из ревийских сказок. Четвертое раввин Исраэль Липкин из Салант заклемил позором руководителей своей общины и добился освобождения сироты, которого они хотели незаконно записать в рекруты. Пятое раввин Яков Бойскер из Жагар также побудил власти освободить человека незаконно записанного в рекруты. Можно только догадываться о причинах молчания большинства раввинов. Вполне вероятно, что кроме страха наказания в них присутствовал элемент трезвого расчета, обучавшимся у раввинов с их согласия старейшинами Кагала предоставлялась негласная отсрочка от призыва. Было бы логично заключить, что раввинские авторитеты при отборе рекрутов предпочитали справедливости экономическую дискриминацию и дискриминационную процедуру, поскольку честный отбор мог сильно сократить число будущих духовных и ученых руководителей. Несмотря на явно преобладающий принцип замалчивания нарушений при отборе рекрутов и налогообложения, раввины не разделяли участие сотрудничавшего с ними общинного руководства. Даже наиболее радикально настроенные маскилин вынуждены были признать, что положение и влияние раввинов, как и верность тех, кто их поддерживал, значительно возросли во второй половине периода правления Николая I. Один из историков пытался объяснить это явление, утверждая, что ослабление власти кагальных старшин произошло в результате принятия закона 1844 года, что повлекло за собой разделение духовных и светских руководителей и обеспечило первым большую свободу действий, поскольку они вышли из-под финансового и политического контроля последних. Однако, в этом объяснении перепутаны причины и следствия. Закон, упразднивший кагал, не затрагивал роли раввинов, а также не ослаблял контроль сборщиков налогов за общиной казной. Разделение между раввинами и светскими руководителями явилось не причиной, а следствием их возросшего авторитета. Подобное расширение власти, рост престижа возможно объяснить лишь в контексте куда более широкого и сложного явления уникальности реакции русского еврейства на реалии той эпохи. Так же как и у их западноевропейских соплеменников в 19 столетии религиозная сторона жизни русских евреев подверглась радикальной перестройке. Однако в России эти преобразования приняли совершенно иные формы. Тремя их составляющими в порядке возрастания значимости являлись движение за религиозную реформу, рост числа крещений и возникновение ортодоксального иудаизма. Движение за религиозную реформу. Один мемуарист Николаевской эпохи писал о своем разговоре с кантонистом, который считал, что не может быть никакого бога, если он способен видеть такие страдания и боль. А если он все-таки есть, то это не бог, это бог зла. Однако подобное отношение к превратностям судьбы в то время встречалось редко. Хотя начиная с середины 1820-х годов число евреев, становивших под сомнение традиционный порядок и его теологические и ритуальные предписания росло из года в год, для большинства новых скептиков были необходимы только крайне небольшие изменения в еврейских обычаях. даже те, кто призывал к полномасштабной реформе обрядовой стороны иудаизма и самого вероучения никогда, по крайней мере в печати, не высказывали сомнений в существовании бога и истинности священного писания. Более того, в первой половине периода правления Николая I москелин воздерживались от попыток воплотить в жизнь свои скептические воззрения в каких-либо активных религиозных реформах. Самое большое на что они осмеливались было несоблюдение обрядов в домашней обстановке. В 1840 году в одной из синагог Российской империи были проведены первые реформы при совершении обрядов. В Риге Макс Лилиенталь регулярно произносил проповеди на немецком языке, ввел обряд конфирмации, а также заменил традиционный обряд бракосочетания другим заимствованным из Германии. В том же году растущие реформистское движение на Западе заявило о себе в Одессе. Прогрессивно настроенные члены общины покинули главную синагогу и организовали свою собственную общину, которая стала известна как Бродская синагога по названию города, откуда происходило большинство ее прихожан. Хотя ее приверженцы утверждали, что в храме не был изменен ни один из обрядов и служба совершалась в соответствии с традициями, их собственные свидетельства говорят об обратном. В новой синагоге не было принято не только строго соблюдать тишину во время богослужения, но для участия в службе приглашался хор, что явилось главным нововведением. Прихожане также брили бороды и носили европейские платья. Подобный порядок был установлен в новой синагоге, открытой в Одессе в марте 1847 года. Разумеется, Рига и Одесса были городами, расположенными на границах империи, со смешанным еврейским и христианским населением, в которых господствовали западноевропейские устремления. Соответственно, подобные реформистские тенденции можно было бы отнести на счет иностранного влияния. Однако, в самом центре черты оседлости, в Вильне, события развивались аналогичным образом. В начале 1840-х годов виленский москелим основали свое собственное молитвенное собрание, назвав его Тагарат Гаакодыш – «Очищение святынь», участники которого поначалу собирались дома у Гирша Цви Кацинелинбогена, а позднее нашли отдельные помещения. Остается неясным, что именно побудило москелим основать свою собственную синагогу. Один из авторов утверждал, что традиционалисты запрещали москелим молиться вместе с ними. Однако, подтверждений этой версии не имеется. Некоторые москелим предполагали, что новое молитвенное собрание было учреждено после того, как на похоронах еврейского писателя Мардыхая Агарона Гинсбурга между традиционалистами и поборниками просвещения произошел спор. Однако, источники расходятся во мнениях по поводу предмета и степени серьезности той дискуссии. Во всяком случае, разгневанная традиционалистская община отомстила москелим за основание Тагарат Га-Кодыш. Известно, что все мальчики хора нового молитвенного собрания были отданы в кантонисты. Реформы в богослужении в новой общине были похожи на уже принятые в одесских храмах. Главным нововведением было внимание к внешним приличиям. Спонтанные громкие молитвы в разнобой принятые в традиционных синагогах считались неэстетичными и оскорбительными для Всевышнего. В синагоге пел хор, а приглашение к чтению Торы происходило не устно или по аукциону как это было принято в восточноевропейском богослужении а с помощью специальных карточек приглашавших к совершению алиот соответствующего участника собрания. Один автор отмечал что прихожане перестали надевать тфелин в периоды между праздниками как то делали хасиды однако по его мнению это изменение было незначительным поскольку и в будние дни они тфелин тоже не надевали однако некоторым представителям местной интеллигенции этих нововведений оказалось недостаточно Беньямин Мандельштам сетовал на то что все еще исполнялись традиционные гимны даже в том случае когда их смысл оставался неясным а новый проповедник Авром Лебенсон не пользовался для чтения проповеди каким-либо современным европейским языком в Одессе некоторые прихожане храмов были недовольны уровни музыкального сопровождения службы и предложили заменить традиционную контиляцию пением которая бы больше соответствовала развитию современной музыки и гармонировала с тем что они называли религиозным чувством одним словом мелопоэйей заимствованные из прекрасных сочинений Моцарта и Гайдена или шедевров других музыкальных знаменитостей однако несмотря на этот нестроенный хор недовольных голосов новые синагоги удовлетворили растущую потребность русского еврейства обеспечив таким образом даже самым радикально настроенным критикам возможность постоянно соблюдать религиозные обряды с их собственных слов нам известно что многие москелем перестали посещать синагогу после обращения к идеям Гаскалы Осип Рабинович писал в 1847 году даже самое отправление молитв с неистовыми криками рукоплесканиями судорожными движениями без всякой системы и как кто влез кто под рова порождало в нас не благоговение а ужас тайный голос шептал нам что не так должно молиться благому творцу что-то непонятное молнию пробегало в незримом уме впоследствии по достижении юношеского возраста когда мы начали знакомиться с произведениями гениальных мыслителей и поэтов внутренние глаза наши прозрели и Бог предстал перед нами во всем своем величии в прекрасной природе которую мы научились понимать и любить эти бесчинные скопища в синагогах становились нам несносны и мы лишали себя да простит нас милосердный Бог сладостного утешения молитвы стараясь бывать как можно реже в этих вертепах неопрятности и безначалия однако после проявления новых молитвенных собраний он писал какое наслаждение теперь когда утомленные житейскими нуждами мы вдруг почувствовав в себе потребность молитвы приходим в прекрасный храм где можно на свободе и в тишине высказать перед сердцеведом все что камнем ложится на груди остается неясным насколько значительно было число русскоеврейских интеллигентов разделявших эти воззрения история религиозной реформы в русском евресте все еще не стала предметом серьезного внимания ученых однако очевидно что эти тенденции касающиеся порядка богослужения и вероучения так и не развились в полноценное реформистское движение по немецкому или американскому образцу денационализированная идеология реформистов запада основывалась на мифе о религиозном плюрализме в рамках народного единства который России в целом был глубоко чужд предположение о том что могли бы русские приверженцы Моисеева закона равные русским исповедовавшим христианство казалось абсурдным и поистине семантически невозможным практически всем подданным царям христианам и евреям насколько была значительно осязаема и неизбежна в реальной жизни национальная и религиозная целостность каждой группы но затронувшая даже столь небольшую часть общества начиная с эпохи Николая Первого религиозная реформа стала играть немаловажную и постоянную роль в жизни русского еврейства благодаря деятельности либо иностранных раввинов либо выпускников казенных раввинских училищ прогрессивные молитвенные собрания Одессы как и те что позднее были учреждены в Москве и Санкт-Петербурге просуществовали до начала советского периода а синагоги в Вильне и Риге до нацистской оккупации рос числа крещений еще одной возможной реакцией на жестокость эпохи был полный отказ от еврейского народа и его веры действительно число обращений христианства значительно вырос в период царства Николая Первого тем не менее точное число крестившихся трудно посчитать поскольку доступные нам статистические данные о добровольных крещениях утеряны из-за огромного количества евреев кантонистов крещенных насильно в период с 1825 по 1855 годы примерно 30 тысяч евреев приняли ту или иную разновидность христианства даже если предположить что половина кантонистов была крещена получится что в этот период по меньшей мере 5000 евреев добровольно приняли христианство к сожалению сам вопрос отступничества в россии еще не был в достаточной мере исследован учеными не существует серьезных трудов исследующих эту проблему относящуюся к какой-либо эпохе даже в тех случаях когда нет недостатка в архивных материалах что касается периода о котором идет речь то сохранилось лишь архив литовской консистории русской православной церкви находящейся в Вильне где хранятся 53 папки с документами касающимися обращения 83 русских евреев православия с 1825 по 1855 год поскольку население Литвы было и остается преимущественно католическим со значительным евангелиско-лютеранским контингентом очевидно что эти материалы лишь частично отражают картину отступничества даже в этом районе тем не менее приведенные выше материалы представляют большой интерес и проясняют некоторые явления нигде ранее не зафиксированные в источниках среди 83 крестившихся евреев 62 мужчины 60 женщин 16 женщин а остальные дети чей пол в документах не указан из тех чей возраст известен 30 было от 18 до 30 лет 7 16 17 лет а 8 более 30 лет 6 из них были кантонистами однако крестились уже после достижения совершеннолетия двое мужчин были записаны в рекруты общины после того как выразили желание перейти в христианство и были впоследствии освобождены от службы одна из женщин была женой солдата еврея из Санкт-Петербургского батальона которого комиссар комиссар совали в связи с слабым здоровьем и отослали обратно в Вильню она же решила остаться и крестилась другая была женой еврея унтер офицера она крестилась и развелась с мужем который сохранил верность иудаизму после развода их ребенок остался с матерью однако муж не дал разрешения на его крещение это дело рассматривалось в нескольких судебных инстанциях однако было прекращено после того как раввин общины где проживал муж сообщил о смерти ребенка четверо мужчин и две женщины явно воспользовались законом согласно которому приняв православие можно было смягчить приговор за совершение уголовного преступления двое из них были осуждены за торговлю контрабандным товаром двое за бродяжничество один за клевету и один за мошенничество у большинства крестившихся не было какой-либо постоянной работы лишь один из них был гильдейским купцом другой военным врачом и еще среди них был донтист портной земледелец и торговец двое учились в русских гимназиях большинство крестившихся были одинокими или разведенными людьми лишь 16 признали что состоят в браке а 21 крестился вместе с другими членами семьи в 32 папках содержится любопытные сведения о грамотности крестившихся 16 человек не умели расписываться 8 поставили подписи на древнееврейском языке 5 на русском двое на польском русском и древнееврейском две неразборчивые подписи на древнееврейском языке свидетельствуют о малограмотности подписавшихся хотя во всех папках содержится признание о превосходстве православия над всеми остальными религиями лишь в одном из признаний допущено отступление от казенных формулировок с использованием которых написаны все остальные чувствуется что этот документ написан с искренним религиозным убеждением Эстер Изобелинская из Гродно 18-летняя девушка владевшая русской грамотой говорила готовилась к принятию крещения в рождественском богородницком женском монастыре где осталась после совершения обряда один из случаев крещения поднимает интригующие вопросы об отношении церковных кругов к крестившим евреям в 1834 году Каспер Берман 18-летний студент 5 класса Виленской гимназии подал прошение о крещении на том основании что его знания открыли ему глаза на несовершенство иудаизма и истинность христианства он просил позволить ему принять истинную православную веру изучать медицину однако архимандрита это не убедило Каспер не изучал церковных догматов и ни разу не посещал занятия по катехизису поэтому его прошение было отклонено он подал прошение повторно однако священнослужитель был непреклонен зная о его непостоянстве и плохом характере которые не сделают чести нашей вере я не вижу оснований для его крещения он должен оставаться иудеем пока не окончит гимназию и только потом сможет креститься окончательное решение по этому вопросу вынесено не было сколько еще православных священников были столь пригирчивы по отношению к тем кто хотел обрести милость Господню остается неизвестно однако известно что Николай Первый все-таки установил некоторые ограничения на крещение евреев согласно материалам архивов лондонского общества по распространению христианства среди евреев в настоящее время хранящихся в Бодлианской библиотеке Николай Первый неоднократно отказывал иностранным миссионерам в дозволении обращаться в христианскую русских евреев ограничивая их деятельность царством польским очевидно он не был готов допустить обращение будущих православных христиан в протестантизм даже во время крещения еще нескольких евреев худшее что могло произойти в Польше обращение в протестантизм католиков на основе архивных данных можно попытаться составить типологию русских евреев отступников к Николаевской России помимо кантонистов тех кто крестился добровольно можно разделить их на три категории первая истинно уверовавшие вторая бедняки и преступники третья те кто хотел получить образование или сделать карьеру в период правления Александра Второго появилась еще одна категория ренегаты стремившиеся уничтожить еврейскую веру мелодраматическими биографиями людей принадлежащих к последним двум категориям изобилуют псевдоисторическая моралистическая литература о крестившихся евреев публиковавшиеся в прессе на идиши двадцатые тридцатые годах двадцатого века чрезвычайно одаренными рассказчиками другие две категории внимания не удостоились рабочий класс и преступники принадлежавшие к русскому еврейству могли быть прославлены лишь как передовой отряд революции и никогда не подвергались критическому анализу что же до истины уверовавших христиан то о них лучше было бы вообще не упоминать в целях исследования перемен которые произошли с группой крестившихся в николаевскую эпоху чтобы получить образование можно воссоздать две наиболее интересные биографии основываясь на достоверных сведениях Хаим Гринбаум родился в 1814 году в маленьком городке Валдинской губернии он рано осиротел и странствовал из одной ешивы в другую пока в 1830 не добрался до города Дубно там он изучал Талмуд в знаменитом малшаковичском бейт Мидраше и встретился с москалом Вольфом Адельсоном который познакомил его с идеями просвещения вскоре после этого Адельсона изгнали из города традиционалисты Гринбаум ушел вместе с ним и поселился в городе Каменец Подольском где он развелся с женой и посещал занятия в местной гимназии В то же время вероятно под влиянием Ицхака Бера Левинзона жившего неподалеку Гринбаум перевел Иерусалим Мазеса Мендельсона на древнееврейский язык а позднее трактат Сангидрин на русский Он окончил гимназию в 1842 году и обратился к Лилиенталю с просьбой предоставить ему работу в одном из новых казенных училищ Не получив ответа на несколько своих писем Гринбаум решил принять православие Крестившись в русской православной церкви он принял имя Владимир Федоров Затем он поступил на филологический факультет Киевского университета который закончил в 1847 году и стал преподавать в одной из киевских гимназий древнегреческий язык А в 1852 году занял должность цензора книг на древнееврейском языке и идише В 1843 году Гринбаум Федоров написал письмо своему другу еврейскому поэту и публицисту писавшему на древнееврейской Аврому Беру Готлоберу в котором объяснил причину своего крещения это письмо является наиболее подробным из имеющихся в распоряжении историков свидетельством отступника и поэтому заслуживает того чтобы быть процитированным полностью Киев 25 декабря 1843 года прости меня если найдешь в этом письме некоторые ошибки я его писал в торопях так как сегодня у нас праздник и мне нужно идти в церковь зовут меня теперь Владимир Федоров дело мое дело божие занимаюсь наукой а мой народ великий могучий грозный русский народ сообщив тебе это сразу отвечу теперь по пунктам на твое письмо но раньше опишу тебе мое состояние прежде чем я погрузил свое тело и душу в очистительную воду для искупления всех моих грехов ибо я еврей от рождения а это грех наследственный прирожденный к негодию Лилиенталю я написал первое письмо по еврейски еще будучи в каменце и просил его исполнить свое обещание и уведомить меня могут ли люди моего состояния рассчитывать пристроиться при школах открываемых при его содействии я ему послал также извлечение из моего перевода Юрисалим с просьбой дать мне свою апробацию и разрешить посвятить этот труд ему как лицу уважаемому среди евреев после долгого молчания я вторично послал ему письмо такого содержания вот уже с год как я кончил гимназию и до сих пор не обеспечен дневной дневным пропитанием и не имею никакой уверенности в безбедном существовании на будущее время поэтому я решил отправиться в Киев для поступления в тамошний университет но мой дух не может удовлетвориться изучением медицины и ищет себе другого поприща деятельности поэтому я опасаюсь что мне придется оставить религию моих предков и пойти за Богом доселе мне неведомо а так как я знаю глубоко богобоязненность вашу и любовь вашу к народу обращаюсь к вам с мольбой внемлите голос у человека который стоит на распуте и не знает куда идти покажите мне вашей высокой мудростью путь по которому мне следует идти дабы достигнуть временного и вечного блаженства ну и на это письмо я не удостоился получить ответ хотя он Лилиенталь написал многословное бессодержательное письмо каменецким богачам невеждам и неучим ничего не смыслящим в общественных делах ввиду молчания Лилиенталя я решил что ему нечего отвечать что все его намерения и дела пустяки и что он гонится за ветром в этом убедила меня также и твоя горькая участь среди евреев и участь многих тебе подобных не уступающих мне учености и знания а может быть даже превосходящих тогда я решил что для меня лучше оставить униженную нацию которая не имеет доли в благах временного мира и не будет ее иметь в благе вечном ибо дела ее очень дурны я решил присоединиться к нации господствующей имя которой уважаемо среди народов и пред которой все преклоняются тем не менее я не спешил осуществить свое намерение когда я здесь уже сдал экзамен и начальство единогласно мне заявило что меня бы приняли в университет на казенный счет если бы я не был евреем я еще написал тебе письмо о Лилиентале и его делах и спрашивал есть ли на кого положиться я также написал 2-3 письма в Бердичев но когда я увидел что всякая надежда пропала и что мне нет исхода если я не очищусь я решил будь что будет отца и матери нет у меня нет также ни брата ни сестры которых я мог бы огорчить своими на их взгляд дурными поступками да и они там в мире вечной правды знают что я прав я уже все равно всем чужой евреи меня презирают теперь еще больше чем если бы я был христианином чего же мне терять пойду и вступлю в круг людей у которых власти сила слава и блеск здесь на земле а в грядущем бесконечный мир полный блаженства и вечного счастья решил и стал готовиться к этому почетному состоянию и очистился и слава Богу он не оставил меня своей милостью и довел меня до нынешнего состояния дай же мне Божие чистое сердце и ясный дух чтобы я мог любить всех людей любить истинного Бога в трех лицах и так же любить евреев как сказал Иисус простите им Боже ибо не ведают что творят и по правде скажи мне разве и после смерти не постигнут евреев вечные муки если им так легко было избавиться от ада если одной только верою они могли добиться приятной и вечной жизни а они продолжают упорствовать в ненависти и презрении к ней христианские веры сами они виноваты а на нас им нечего пенять я свою душу спас твой друг Владимир Федоров ирония судьбы заключается в том что если бы Гринбаум потерпел еще несколько лет он бы осознал что его отчаяние было неоправданно казенные училища действительно были открыты даже без помощи Макса Лилиенталя без сомнения Гринбаум сумел бы найти свое место в одном из этих учебных заведений так же как и его друг Гатлобер историю обращения Гринбаума едва ли можно назвать типичной для маскилин того времени однако она наглядно иллюстрирует дилемму с которой сталкивались многие просвещенные евреи до создания системы казенных училищ начиная с конца 1840-х годов в русско-еврейском обществе у маскилин была надежная хотя и скромная ниша это не означает что никто из них не крестился позднее после учреждения училищ но тогда крестильной купели их привела не нехватка средств существования а жажда славы и богатства наиболее известным вероотступником из русских евреев из категории крещенных маскилин более позднего времени был профессор Даниил Фольсон он родился в 1819 году в Вильне учился у знаменитого раввина Израиля Салантера однако вскоре самостоятельно выучил немецкий язык по книге Мандельсона Беуэр и Библии в переводе Лютера и решил встать на путь просвещения в 1841 году Хольсон приехал в Ригу чтобы просить Макса Лиленталя помочь ему получить образование Лиленталь снабдил его рекомендательным письмом к Враму Гегеру из Бреслау где Хольсон брал частные уроки по различным предметам включая занятия немецким языком с Фридрихом Лассалем в 1845 году Хольсон поступил в университет Бреслау закончил факультет семитологии в 1850 защитив диссертацию о верованиях древней Сабы в 1851 году он вернулся в Россию и работал цензором книг на древнееврейском языке в Санкт-Петербурге 4 года спустя ему предложили кафедру в Санкт-Петербургском университете при условии что он примет православие очевидно Хольсон без серьезной внутренней борьбы согласился принять крещение и в 1855 году пришел в лоно русской православной церкви вместе с женой и двумя сыновьями позднее на вопрос о том из каких убеждений он решился на такой шаг Хольсон ответил высказыванием которое стало быть может самым известным афоризмом крестившегося еврея из убеждения что лучше быть профессором в Санкт-Петербурге чем меламедом в Эйшиншках за годы своей жизни Хольсон стал для традиционного русского еврейства неким подобием легендарного героя он был известен тем что защищал евреев от неоднократных обвинений в ритуальных убийствах и самые уважаемые раввины черты оседлости оказывали ему радужный прием ходил слух что он крестился лишь для того чтобы имея доступ к верхам помочь еврейскому народу однако ретроспективная оценка свидетельствует что это утверждение далеко от истины тем не менее остается неясным чем руководствовался Хольсом когда защищал евреев и общался с раввинами по меньшей мере один автор утверждал что он сделал это исключительно ради материальной помощи которую ему оказывали его покровители бароны Гинсбурге за все время его карьеры наихудшие отношения у него сложились с маскилин после того как Хольсон в начале правления Александра Второго содействовал учреждению общества распространения просвещений между евреями в России в результате резких разногласий ему пришлось покинуть общество его ненависть к русско-еврейской интеллигенции видимо коренилась не в пристрастии к традиционному иудаизму а в простой потребности в самооправдании для него признать слово маскилин на существование означало бы также признать лицемерность остроумность двойственности своего положения в конце концов в 1855 году уже была возможность занять промежуточное положение между столичным профессором и провинциальным меломедом стать маскилом в Вильне или Одессе крещение Хольсона все-таки принесло ему известность и славу однако это произошло далеко не со всеми вероотступниками даже во время первой волны крещения в России были признаки того что обращение не может стереть в глазах важной части русского общества клеймо еврейства иногда оскорбления носили только устный характер к примеру один кантонист вспоминал что даже через много лет после крещения сослуживцы называли солдат жидами пархатами зачастую еврейское происхождение становилось причиной более серьезных проблем в 1842 году крещенный еврей Иоаким Циммерман выпускник Киевского университета не получил обещанной ему должности в этом учебном заведении объяснение отказа приводит восхищение происходя из евреев и будучи женат на лице того же происхождения несмотря на принятие обойми православной веры может и впоследствии находиться в сношениях и знакомстве с лицами одинакового происхождения в 1850 году проблема лиц еврейского происхождения даже была упомянута в законодательстве с этого момента еврею принявшему крестьянство дозволялось менять только имя но не фамилию которую он носил до крещения Россия таким образом стала единственной страной в христианском мире которая требовала от потомкам крестившихся евреев носить еврейские фамилии как вечный знак их порочного происхождения разумеется этот закон не всегда неупостительно соблюдался имена большинства детей крестившихся евреев бесследно растворялись в их православных ветеранских и даже католических семьях в Николаевской России для нескольких тысяч евреев различного происхождения бедных и богатых неграмотных и ученых преступников и отличавшихся особой возвышенной духовностью а также для десятков тысяч крестившихся позднее крестильная купель действительно стала способом избежать тягот выпавших на долю их народа не говоря уже о власти раввинов и все же уже в николаевское время появились дурные предзнаменования высказанные позднее слудским городским шутом который однажды выбежал к синагоге и закричал возникновение ортодоксального иудаизма в западной европе совокупность таких факторов как распуск еврейской общины государством распространение гаоскалы возникновение реформистского движения и рост числа крещений пошатнуло традиционное еврейское общество как отметил выдающийся социолог религии Ехискель Кауфман для западного еврейства столетие после смерти мазеса Мендельсона явилась концом эпохи Торы включившись в общеевропейский процесс секуляризации очень многие евреи отказались от устной Торы крупные ешевы закрывались из-за нехватки учащихся хедер были вытеснены государственной школой а еврейская традиционная учет ученость светскими книгами газетами и театром это не был процесс забвения Торы о котором говорили наши працы и который во все времена имел место в различных странах здесь дело было в невежестве а не в отрыве от корней пренебрежение к изучению Торы было не простым изменением в образе жизни евреев а глубоким и всеобъемлющим преобразованием полной смены ценностей началом новой эры как и в других странах традиционное еврейское общество в России в течение 19 столетия постепенно исчезло под давлением все тех же факторов однако на его место пришло новое религиозное и социальное образование которое не подчинялось системе развития считавшейся универсальной в этом обществе соблюдением обрядов и традиционной учетностью Торой в понимании Кауфмана занималось небольшое однако все более заметное и влиятельное меньшинство евреев подавляющее большинство ответило на появление реформизма формированием и укреплением ортодоксального общества общества традиционалистов которое вело сражения со своими противниками на их же территории зачастую их же методами во главе с руководителями вооруженными новой стратегией и новой воинственной идеологией по иронии судьбы русское правительство само дало традиционалистам стимул для формирования этой новой позиции даже самые радикально настроенные из москелим вынуждены были признать что политика в особенности касающейся рекордского набора укрепила власть Торы над русскими евреями народ который воспринял этот указ как кару всевышнего за грехи решился в сердце своем искупить их сполна и укрепить значение Торы и Талмуда старые общества где изучались Библия Мишна Миндраш и Гемара разрослись и усилены присоединяя к себе новые общества Ешивы закопали дополнительные скамьи для новых учащихся с энтузиазмом основывались новые академии ибо число благотворителей росло особенно среди бедняков стремившихся укрепить веру и дать своим детям образование поскольку руководство общин защищало детей богачей и ученых оберегало их от рекордского набора и с согласия раввинов на своих собраниях взваливало бремя повинности на бедняков и необразованных многие бедняки были вынуждены с большим вниманием отнестись к образованию своих детей и отдавали их в Ешивы изучать Тору чтобы уберечь от рекручины и поэтому число изучающих Тору ради нее самой и по другим причинам росло как трава в поле инициативу проявили сами раввины когда Менахем Мэндал из Любавичи вернулся после заседания в раввинской комиссии в Санкт-Петербурге он созвал наиболее влиятельных духовных руководителей русского еврейства с целью разработать план тайной кампании направленной против новых школ правительства и маскелим согласно имеющимся данным по истории Любавичской династии на этой встрече присутствовали раввин Давид Лурье из Быхова раввин Шлома Лившиц из Минска и раввин Ехескель Бененсон из Луцка вслед за этим совещанием названные три раввина провели встречи с другими духовными светилами черты в Вильне Ковне и Брест Литовский и согласовали свои действия направленные против Гаскалы сообщалось что раввин Лурье который за 5 лет до этого был арестован правительством по ложному обвинению в измене с фабрикованному завистливыми родственниками лично приехал в Вильне чтобы провести публичное собрание на котором призывал объявить бойкот новым школам что же касается маскилин то он применил к ним традиционную форму проклятия да будут стерты имена их вызвав волнение охватившее все литовское еврейство кроме самого предмета обсуждения борьба против новых школ эта встреча примечательна еще в нескольких аспектах во первых если в истории Любавической династии не допущена ошибка один выдающийся раввин явно отсутствовал это был Ицхак Бен Хаим из Воложина в новом ортодоксальном обществе которое зарождалось в России его уже дискредитированным коллаборационистским воззрением не было места возможно общественная позиция Ицхака которую он занял по отношению к новым школам привела к утрате им поддержки со стороны своих же собственных последователей и учеников один представитель традиционалистов выразился на этот счет очень мягко его активная общественная деятельность мешала ему в значительной и достаточной мере заниматься вопросами касающимися Ешивы в результате группа учащихся утратила привязанность к нему и оставив Ешиву ушла в другие учебные заведения хотя и продолжала относиться к нему с большим уважением раби Ицхак и сам понял что слишком много времени уделяет политическим вопросам чтобы посвятить достаточно времени и Ешиве и поэтому передал руководство своему зятю Элизеру Ицхаку еще один бывший слушатель Ешивы отмечал что во время во время деятельной политической активности раби Ицхака число учащихся уменьшилось вдвое лишь после смены руководства Волжинская Ешива вновь обрела утраченное положение самого престижного еврейского учебного заведения Восточной Европы а позднее еще более повысило свой статус во вторых даже если сделать скидку на явную предубежденность свойственную материалам сходящим от рода Шнейрсонов все равно очевидно что положение и влияние Любавической Хасидской династии значительно укрепилось и возросло по вере усиления борьбы с Гаскалой и распадой традиционно еврейского общества Первая Любавическая Ешива была основана в родном городе династии в 1841 в 1842 годах в целях борьбы с расторжением просвещения Раби Менахет Мендал считал учреждение Ешивы благим начинанием и необходимой мерой предостороженности преградой на пути беззакония Гаскалы волна которой обрушилась на нашу землю за несколько лет по всей черте было открыто еще 20 новых Ешив а в Ешивах таких замечательных городов как Гомель и Бобруйск увеличилось число учащихся это стремительное распространение любавического хасидизма по всей территории черты оседлости и далеко за пределы белорусских земель где оно зародилось несомненно произошло благодаря его народной идеологии сочетавшей интеллектуальный ригоризм с мистицизмом усиленной воинственной и агрессивной политикой направленной против Гаскала его духовными лидерами опять же согласно истории династии Манамхем Мендал обнародовал следующее публичное послание срочного характера всем раввинам особенно в хасидских общинах везде где имеется достаточное число юношей нуждавшихся в образовании организуйте ешиву во главе с рож ешива там же где молодых людей не хватает наймите хорошего меломеда а лучше отправьте этих молодых людей учиться в ешиву в какое-либо другое место всем хасидам меломедам постарайтесь добиться того чтобы каждый мальчик и юноша учился в хидере не оставляйте ни одного из них без образования расширьте хидеры когда это возможно воздержитесь от того чтобы отправлять детей в Талмуд Торы всем шохтем ритуальным резникам и меломедам в хасидских общинах чьи обязанности входят изучение Торы в группах для взрослых при синагогах доступно объясните своим ученикам зачем именно была создана петербургская раввинская комиссия объясните им что по научению берлинчиков развратителей народа Израиля и отъявленных безбожников чтобы вырвать из сердец еврейских детей малейшие ростки веры и религии и ассимилировать их с христианами раввины были призваны чтобы дать свое согласие на сокращение седура молитвенника и хумаша пятикнижия и чтобы организовать публичные школы где еврейских детей будут учить светским предметам дабы оторвать их от веры необходимо донести до них что первыми жертвами станут дети не получившие образование а ученики домашних меламедов будут лучше защищены нежели дети посещающие Талмуд Торы Реби также рекомендовал обратиться и к более практическому сопротивлению так он советовал еврейским общинам уклоняться от выделения денежных средств на содержание новых школ в своем городе Реби обратился к властям по вопросу который беспокоил их более всего предупредил что учреждение школы помешает общине исправно набирать рекрутов и платить налоги с помощью подобной тактики наступление Лебавический Реби приобретал еще большее влияние в русско-еврейской Ереде предвосхитив славу которую династия обрела среди хасидских дворов в 20 столетии третьей самой главной особенностью встречи 1843 года было то что она свидетельствовала об окончании вражды между хасидами и метнагдим длившейся без малого сто лет на протяжении которых противные стороны осуждали друг друга и даже подвергли анафеме с этого момента два направления традиционного или точнее ортодоксального иудаизма открыто объединились в борьбе с общим врагом неортодоксальным маскилим опять же этот союз был частично обусловлен влиянием внутренних сил к тому же времени хасидизм уже одержал множество побед и стал таким же официальным как и его оппоненты во многом благодаря увеличившемуся вниманию к изучению Талмуда на котором настаивало любовическое крыло и все-таки появление внешнего врага угрожавшего самим основам общей веры в значительной мере ускорило и облегчило примирение враждующих сторон циничный наблюдатель мог бы отметить что к концу царства Николая Первого замечание Блудова о том что он не видит особой разницы между хасидами и их противниками оказалось даже более верным чем мог предположить министр однако в это время даже в самом лагере ортодоксов возникли серьезные сомнения в том что с наступлением новой эры их борьба будет успешной без внесения радикальных изменений в установленный порядок и идеологию традиционного еврейства как совсем недавно показал израильский исследователь Эммануэль Откис возникновение в 1840 годах нового религиозного движения известного как Мусар у истоков которого стояла небольшая группа раввинов во главе с Исраилем Липкиным и Салант было напрямую связано с распространением Гаскалу Липкин и его ученики утверждали что авторитет и вера среди русского еврейства настолько ослабли что единственный способ спасти традицию уделять внимание не внутриобщинной и политической агитации а укреплению морали и этики каждого отдельного еврея в новых Ешивах движение Мусар наряду с изучением Талмуда совершались публичные чтения по еврейской этической литературе а стенами Ешив евреям даже женщинам рекомендовалось собираться вместе за стенами чтобы изучать нормы морали и учиться противостоять новым искушениям эпохи царство Николая I это движение добилось весьма скромных успехов слава пришла к нему позднее когда предсказания Липкина по поводу слабости традиционного уклада начали сбываться по мере того как Гаскала одерживала все больше побед но к 1855 году распад традиционного еврейского общества в России зашел так далеко что один из соратников Липкина Равин Ехаэль Геллер из Сувалок по иронии судьбы он был одним из авторитетов на которых ссылается Мандельштам в своих издания Маймонида во вступительной части к своему собранию респонсов нарисовал одну из наиболее мрачных картин власти Маскелим и упадка традиций когда-либо написанных Равином из России в эту мрачную эпоху и упадка до которого мы дошли мы должны сопротивляться принижению значимости Торы ее очернили очернили ее очернители взяли вверх они хвалятся тем что Тора завещанная Всевышним затоптана они злостно насмехаются над самым возвышенными и почитаемым мы те кто надеется на Всевышнего должны укрепить свои силы для служения нашему пошатнувшемуся храму Торе она заготовит своем унижении и скажет жальтесь надо мной дети истины ибо я ваша мать тонущая в крови дети зла отвергли и изгнали меня и у власти стоит бесстыжая женщина ибо глупцы распространили свою глупость злодеи упиваются грубой надменностью наполняя мою душу ненавистью и скорбью я молюсь о том чтобы ваша праведность уврачевала мои смертельные раны чтобы вы услышали мои слова ибо я в печали душа моя угнетена страхом что злодеи заклеймят меня объявив бесполезную они увидят что сыны мои исполнены мудрости и мы вместе возрадуемся когда они будут молить господа о милости ибо он наш защитник и он принес нам радость а грешников повергнут к огорчению раввинов грешники так и не были повергнуты а дети беззакония продолжали распространять свои мчения и процветать тем не менее в то же самое время призывы к защиту торы нашли в еврейских массах широкий отклик в николаевскую эпоху традиционная структура власти еврейского общества в России претерпела глубокие изменения но они происходили из-под воль и были настолько сложными что ни правительство ни главные действующие лица не могли их предвидеть б вред л огород в и об в огород и да и Продолжение следует...